Золотоносная команда. Сборная Ивановской области по зимнему палеотлону вернулась с очередного этапа Кубка России. В дисциплине троеборья наши атлеты заняли первое место, обойдя соперников из 11 регионов страны. Добиваться результата в палеотлоне намного сложнее, чем в любом другом спорте. Три совершенно разные дисциплины требуют от атлета универсальных способностей. Чтобы первым финишировать в лыжной гонке, нужна выносливость. Для стрельбы – меткость, но и, конечно, сила, чтобы подтянуться или отжаться. Пока Ивановской команде удается составить конкуренцию сильнейшим спортсменам страны. Три призера чемпионата мира бронзовых, два призера Кубка мира. Команда Энерго-Университета была шесть раз чемпионом страны. Мы выиграли шесть раз Кубок России. Мы были чемпионом мира в командном зачете на чемпионатах мира. Команда существует уже 12 лет. Тренируются атлеты на базе Ивановского Энерго-Университета. Здесь им выделили помещение, приобрели инвентарь. Руководство вуза помогает в меру своих возможностей. Но условия для тренировок – это лишь часть необходимых для побед условий. Секрет успеха в том, что команда, хоть и состоит из шести человек, действует как одно целое. Еще одна составляющая успеха – спортсмены. А вот это самое интересное. В Ивановской команде нет ни одного ивановца. Как так получается? Да просто. В нашем регионе нет начальной подготовки полиатлонистов. Я езжу на соревнованиях среди детей, юношей. Агитирую, привлекаю. Вуз у нас отличный. Все на это клюют и поступают. Миша из Кировской области. За то время, что он в Иванове завоевал бронзу Кубка мира. Я из поселка сам. И особо выбирать было не из чего. И поэтому я оказался в полиатлоне. Интересен этот вид спорта, потому что здесь троеборья. Включает в себя стрельбу, лыжные гонки. Силовая развивается. Общая физическая подготовка не только в лыжах, но и в стрельбе. По окончании учебы завершается и членство чемпионов в команде. Атлеты возвращаются в родные регионы и продолжают спортивную карьеру там. А Павлу Александровичу приходится набирать команду заново. Проблему решила бы детская секция палеотлона. Тогда будет возможность растить чемпионов с детства. Налажен контакт со спортивной школой номер 3, где Худякова Людмила Анатольевна. Я думаю, что эта женщина такая энергичная. По силам поднять эту почву, вспахать. Вообще весь Ивановский палеотлон держится на энтузиазме. Есть желание, есть возможности. Не хватает поддержки от региона. Главным образом материальной. А если уж без своей спортивной секции и матпомощи из бюджета атлеты достигают таких высот, сложно представить, чего они могли бы добиться, если бы палеотлон культивировали, как другие, не обделенные вниманием виды спорта. Для золотого урожая понадобилась бы комната побольше. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.